С 1 января этого года вступила в силу новое правило. ЕНТ в прежнем формате больше не будет. Для выпускников 2017 года предусматривается итоговая аттестация, как выпускной экзамен в школах, и новое ЕНТ, как вступительный экзамен в УЗы. Изменится правило и для выпускников колледжей. С 2012 года они сдавали тестирование по школьным предметам. Теперь же будут сдавать экзамены по общей дисциплине и одной профильной. Здравствуйте, меня зовут Марат Токмагомед. И сегодня в приоритете 76-й шаг плана нации, где отдельным пунктом уделено внимание обновлению образовательных стандартов. Сегодня я расскажу, стоит ли ученикам бояться нового экзамена. В 13,5 лет ЕНТ снился казахстанским школьникам в страшных снах. Экзамен высокой цены, где на кону поступление в УЗ. Теперь старый формат тестов уже в истории. Изначально он должен был уравнять в шансах на поступление в хороший УЗ, городских и сельских ребят. И, как показывает статистика, с ролью социального уравнителя, тест справился неплохо. До этого наши дети в основном не занимались даже зубрёжкой. ЕНТ мотивировал наших детей учиться, учиться и учиться. Многие дети говорят, что последние полгода мы учим столько, сколько не учили за все 11 лет своей учёбы в школе. В современном, быстро меняющемся мире, а теперь мы говорим даже, что мир непредсказуемый, молодому человеку, выходя из школы, недостаточно обладать просто хорошими знаниями, которые он заучил и продемонстрировал на ЕНТ. Ему необходимо быть очень гибким, уметь самому обучаться, самостоятельно добывать информацию, анализировать её, классифицировать и эффективно её использовать в своей жизни. Этих компетенций и этих способностей единое национальное тестирование не замеряет. Министерство образования новый формат ЕНТ разрабатывало, опираясь на зарубежный опыт. Вступительные экзамены в ВУЗы и выпускные экзамены проводятся раздельно в таких странах, как США, Израиль, Япония. Если раньше было 125 вопросов по 5 предметам, из них учитывалось 100 вопросов по 4 предметам, в том числе 3 обязательных и 1 предмет по выбору. В ЕНТ 2017 года предполагается 120 вопросов, учитываются все баллы по 5 предметам, из них 3 обязательных и 2 профильных, в зависимости от специальности в ВУЗах, на которые планируется поступать абитуриент. В содержательной части ЕНТ планируется расширение использования тестов, ориентированных на определение способностей к дальнейшему обучению, уровня логического мышления, базовых компетенций. Считаем, что разнообразие форм и содержания заданий позволит исключить момент угадывания и заучивания учебного материала, а также даст возможность оценить дальнейшие знания и способности абитуриентов. При этом пороговый балл составляет 50 баллов. Сохраняются нормы по повторной сдаче ЕНТ и КТА для поступления на платной основе. Другими словами, у абитуриентов остается возможность пересдачи тестов в августе 2017 года и в январе 2018. При этом возможность выбора четырех вузов при поступлении у абитуриента остается. Также будет изменен формат КТ для поступления в колледж. С 2012 года комплексное тестирование проводилось по школьной программе. С этого года комплексное тестирование будет давать по общей дисциплине для группы специальности и по одной профилирующей дисциплине. Предполагается, что количество заданий будет 60, максимальное количество баллов 70. При этом пороговый балл будет составлять 35 баллов. Новый формат проведения ЕНТ позволит более точно определять уровень знаний выпускников. Так считают в Минобразовании. Если раньше был только один правильный ответ, то теперь их будет несколько, два или три. Для того, чтобы детям позволить более точно понять и четко оценивать, мы решили узнать, что думают об этом сами школьники. Я знаю, что отменили ЕНТ. Нам сообщили где-то в сентябре, в октябре месяце. И мы начали подготовку уже с ноября, с декабря месяца. Подготовку мы начали с математической грамотности, с грамотности чтения, то есть совершенно к новому формату. Готовились полностью. История Казахстана и также профилирующие предметы. Я узнал об этом от учителей. Нам они повторяли неоднократно это. Но утвердилось это довольно недавно, два месяца назад. Но сами мы к ЕНТ относимся положительно, так как это покажет знания, которые ученики усваивают именно в школе, и как они умеют их применять именно в жизни. То есть, например, те предметы, которые мы изучали, профильные предметы, мы их тоже сдаем. Также математическая грамотность поможет ученикам разрабатывать свою логику и мышление, как они применяют его в жизни. Выпускники нынешнего года будут первопроходцами в сдаче нового формата ЕНТ. Итоговую аттестацию, то, что было пройдено за 11 лет, ученики будут сдавать в стенах своей школы и готовиться по билетам. Новый формат ЕНТ – это все так же возможность побороться за грант любому ученику. Нас начали готовить к математической грамотности, которая до этого нами не изучалась. Мы начали писать сочинения, эссе по русскому языку, хотя раньше мы больше изучали грамматику. По математике нам дается больше примеров, потому что нам нужно развивать скорость. Знаете, ощущение двоякое, потому что есть свои положительные стороны и также отрицательные стороны. К положительным сторонам можно отнести критическое мышление, что в принципе в Казахстане это не хватает. Критическое мышление у нашей молодежи страдает немножко. Если сравнивать старый формат и новый формат, то в старом формате ученики могли методом тыкания набрать высокие баллы, а ученики, которые, скажем так, готовились, не покладая рук, они набирали плохие баллы. Плюс содержит в том, что профилирующие приметы математика и география, например, я выбираю. Я думаю, что в принципе моя профессия связана с этим. И минус это то, что не хватает времени три часа. Прежнее ЕНТ, по мнению экспертов, было своего рода лотереей, где ученику главное не выучить, а закрасить нужный кружочек. Некоторые школы в погоне за рейтингами превратили программу 11 класса в сплошную подготовку к тесту. Вокруг ЕНТ сформировалась целая теневая индустрия. Кто-то умудрялся делать на этом бизнес. Вокруг ЕНТ сформировалась целая теневая индустрия. Это и различные репетиторские курсы по подготовке к ЕНТ. Но самое плохое то, что вокруг ЕНТ во многих регионах сформировались целые криминальные инфраструктуры. Когда с родителей собирают деньги, когда пытаются подкупить представители МОН. Если проанализировать результаты ЕНТ некоторых регионов, то мы увидим очень удивительные статистические аномалии, которые никакими международной организацией не были бы признаны. Например, один район в среднем получает 55 баллов в 2014 году, а в 2015 году вдруг этот же район получает 90 баллов в среднем. Такой результат не признал бы никто. Через ЕНТ старого образца прошли более полутора миллиона школьников. По новому формату абсолютно все учащиеся должны сдать итоговую аттестацию в школе. Через пять дней после получения аттестата они могут сдать ЕНТ. На сегодняшний день по новому формату ЕНТ проведена апробация пробных заданий тестовых для 4000 выпускников школ в пяти областях. Это Актюбинская, Кустанайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская области. В январе текущего года во всех регионах проведено пробное тестирование. На сегодняшний день на сайте Национального центра тестирования размещены образцы тестовых заданий и доступна услуга онлайн-сдачи пробного тестирования. И каждый желающий на сегодняшний день может пройти пробное тестирование и ознакомиться с образцами тестовых заданий. Все эти реформы в Минобразовании назвали велением времени. Очевидно, что они назрели. Теперь присвоение знака Алтенбельга будет осуществляться школой, а по результатам экзамена перестанут оценивать работу школ и акимов. Соответственно, давление на школьников тоже снизится. Вы смотрели «Приоритеты». Уже в следующем выпуске расскажу вам о самых интересных реформах, которые ожидают нашу страну.